Друзья, привет! Меня зовут Александр Логинов, компания «Энергоэлемент». Мы находимся в инновационном центре Сколково и сегодня я расскажу о нашем маленьком девайсе. Это логер считывания киловатт-часов потребления техникой. Зачем он нужен, какой отчет, как с ним работать, как анализировать данные и что с ними впоследствии делать. Итак, так как я на стороне клиента, на вашей стороне, моя задача сделать такую. Батарею, такой накопитель, неважно для какой сферы применения, от складской техники до солнечной энергетики, в частности, до электромобиля. Мне нужен такой накопитель, чтобы вы кайфанули. Это очень важно, потому что важно, чтобы вы кайфанули. И чтобы понять, как его сделать, мне надо понимать его характеристики. И так как мы идем от эксплуатационных процессов, насколько хватает батареи, солнечной энергетики, насколько хватает техники в электропогрузчике, как долго надо мыть полы на поломойке. Надо понимать, в общем-то, показатели энергоемкости в киловатт-часах батареи. Что мы делаем? Мы считываем этим устройством энергопотребление именно техники. Данный логер устанавливается именно на технику. Он абсолютно, как говорится, не инвазивный. Он подсоединяется очень просто со стороны техники. Вот сама коробочка устанавливается фиксированной. Ее можно притянуть стяжкой, достаточно удобно. Дальше. На плюсовой силовой кабель устанавливается датчик тока, шунт, датчик хола. Он имеет способность открутиться. Тут достаточно все просто. На плюсовой провод силовой от батареи, но со стороны техники устанавливается шунт. Здесь есть надпись к технике, к батарее. То есть он должен в определенную сторону еще быть направлен. То есть вот тут батарея, здесь техника, здесь разъем. Мы устанавливаем на плюсовой к технике, к батарее. Установили, закрыли. Для подпитки, именно подпитки логера, у нас присутствуют вот такие игольчатые разъемы. Они нужны для того, чтобы, во-первых, подзаряжать батарею в логере. Он на автономном питании. Во-вторых, снимать показатели напряжения. Логеры есть в двух вариантах. В принципе, мы можем сделать их в любом варианте, если у вас какое-то спецприменение. Вариант 24-48 вольт. То есть батарея 24-36-48 вольт. Спокойно можно логировать именно на этом устройстве. И черный к минусу, красный к плюсу. Именно вставляется в провод, фактически прокалывается и оставляется. Энергопотребление у него ничтожное, меньше, чем даже у электроники техники. Установили. Окей, теперь мы понимаем значение тока. Мы понимаем значение напряжения, которое потребляет техника. При этом батарея может спокойно меняться. Она может устанавливаться на заряд. Неважно. Мне надо понимать, как кушает техника энергию. Сколько пиковые значения энергопотребления. Отсюда мы рассчитываем значение по емкости батареи. Скорости заряда батареи. И, в общем-то, наверное, все. Сам девайс очень простой. У него есть кнопка включения, выкл. Как только мы нажали включено, загорается зеленая лампочка, что он в работе. Она работает постоянно. Вторая лампочка тоже зеленая. Это защита, но это защита SD-карта. Если все хорошо, она мигает раз в минутку. Такой легкий сигнал. И самодиагностический светодиод, который показывает, есть ли ошибки внутри девайса. Сама SD-карта находится здесь. Ее достаточно легко вынуть. Дальше в любой картридер. Там текстэшный файл, который можно перенести в Excel и легко проанализировать. Обычно мы предоставляем логер в виде услуги и анализ данных всегда на нашей стороне. В комментариях к видео вы можете найти, какие примеры отчетов мы делаем. И на основании этих отчетов, какие батареи рекомендуем. Логер можно спокойно перестанавливать с одной батареей на другую, но в диапазоне напряжения. Как я сказал ранее. Вы можете купить этот логер. Ссылка также указана внизу. Ну, в общем-то, в целом все. Прекрасный девайс. Он сделан для того, чтобы понять, какое идеальное решение по батарее сделать для вас. В общем-то, мы его разработали. Все в нем хорошо. Его хватает на очень много измерений. Если вам интересна услуга, либо вы хотите его приобрести для своих внутренних целей. В частности, его каким-то косвенным способом можно использовать для анализа нагрузки на технику в длинных промежутках. Он может писать в себя от месяца. Ну, в принципе, зависит от SSD-карты, какую карту вы вставите. Если надо заморочиться, есть другие решения. Там, например, система контроля с клаской техникой. Окей, все. Об этом в логере у меня все. С вами был Александр Логинов, компания Энергоэлемент. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok